друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и друзья не забывайте ставите лайки сегодня в сша банковский выходной день ветеранов в канаде принципе то же самое торги обещают быть не такими живыми как мы привыкли в последние дни хотя учитывать тот новостной фон с которым мы работаем конечно же изменение этого новостного фона может спровоцировать мощное движение поэтому друзья как и всегда тотальный контроль рисков соблюдение правил риск-менеджмента много раз уже говорил если для кого-то из вас эти термины понятия ничего не значит и вы не знакомы с концепцией риск-менеджмента обязательно свяжитесь с вашими персональными менеджерами спросите что это такое и вы получите самую компетентную профессиональную помощь главная новость для рынков уже пост выборочные темы хотя по-прежнему мы следим за тем как развиваются события сша байден готовится вступить в должности в то же время трамп отказывается признавать победу байдена и если друзья поискать сейчас информацию в сети можно найти довольно авторитетные источники которые будут свидетельствовать поддерживать позицию трампа якобы от тотальных и серьезных фальсификациях и нарушениях которые имели место быть момент подсчета голосов я ни к чему не коню конечно же но все-таки может быть сценарий сюрпризный необычный хотя для двадцатого года наверное мы уже привык потому что реализуются самые невероятные вещи может друзья дальше события развиваться таким образом что каким-то чудесным образом а трампа сможет выдернуть и забрать победу байдена это сценарий конечно же вероятность того что он реализуется не так уж и высока но такая вероятность и есть это добавляет интереса к рынкам к оценке общего фундаментального фона я друзья вместе с вами буду следить за тем что происходит но целом даже если трампу все-таки удастся добиться такого пересчета голосов при котором большинство будет у республиканцев сути дела на финансовых рынках это не изменит мы знаем тенденции которые будут основными для финансовых рынков это тенденция роста фондового площадок nasdaq dow jones и снг и тенденция снижения курса доллара как вы знаете эту неделю мы начали с новости о том что компания пфайзер добилась серьезного прорыва в разработке вакцины якобы ее лекарственный препарат оказался эффективным в 90 процентах случаев предотвращения к вида и опять же как только эта новость появилась на рынке тут же было много информации на статей в том числе и такая резонансная статья bloomberg о том что это вакцина не такая уж и эффективная вспомним что такие новостные вбросы были раньше и от astrazeneca от модерны действительно ранее уже несколько месяцев назад а также нам говорили что вакцина уже найдено но дело собственно дальше не двинулся очень хочется верить то что текущая ситуация с файзером это не та же самая это не пустые слова и в конце концов вакцина будет я как отмечал вчера обеими руками за то чтобы ковид как пандемию удалось победить но если рассуждать как аналитик друзья как экономист который старается объективно оценить тот новостной фон который есть моменте пандемии она сначала этой недели никуда не делается это по-прежнему самая главная угроза для мировой экономики по-прежнему мы фиксируем вместе статистиками рекордные показатели суточных заболеваний есть снова риски и высокая вероятность того что вслед за европейскими локдаунами последуют такие же жесткие ограничения и в сша тоже bloomberg сделали очень интересный заголовок относительно того что рынке после роста в начале этой недели ждет очень болезненные похмелья опять же они ссылаются на то что слишком уж оптимистичной оказалась оценка потенциального влияния вакцины файзер для борьбы с на к виду на этот тотальный позитив друзья я бы на вашем месте дальше не полагался но это не значит то что фондовый рынок автоматом становится неинтересным для покупок мы очень неплохо на нем прокатились и в целом тенденция роста сохранится просто если вам удалось быть в позициях вы заработали на росте в начале этой недели имело место быть я думаю было бы экономически оправданно фиксироваться на вот текущих значениях дождаться коррекции снова выкупать фондовый рынок потому что дальнейший рост он последует только тогда когда мы получим новость от конгресса относительно новых мер экономического стимулирования когда эта новость придет на площадке я очень надеюсь то что в конце этого года и в зависимости от того насколько этот пакет госпомощи для предприятий на хозяйстве будет значительным уже будет зависеть тот темп дальнейшего развития восходящей динамики по ключевым американским индексом ну давайте по основным инструментом индекс доллара 92 66 мы понемногу снова снижаемся ждем новые меры экономического стимулирования прекрасно знаем что это негатив для американской валюты и плюс ко всему если байдин безговорочно все-таки сохранить за собой президентское кресло точнее именно он займет это кресло в ходе следующего срока после январьской инаугурации будет ясно то что его политика конечно будет сопряжена с политикой более слабой национальной валюты к этому уже нужно готовиться заранее золото 1881 мне очень часто в комментариях пишет как такое может быть когда растет фондовый рынок и вы делаете ставку на рост золота все просто друзья сейчас необычные времена золото согласен при нормальных экономических условиях золото должно падать когда растет фондовый рынок но сейчас фондовый рынок подогревает вливание средств со стороны денежных властей сша да и других региональных центральных банков если анализирует фондовый рынок других стран при этом золото растет за счет инфляционных рисков потому что тех же самых сша как вы знаете да и не только ставки центральных банков остаются буквально на нулевых отметках и если сопоставляете оставку ключевую с доходности национальных облигаций становится очевидно что классические инструменты которые дают возможность зарабатывать и на купонном доходе на процентной ставки измене номинал они сейчас абсолютно не интересны для крупных инвесторов поэтому остается только лишь один актив уже больше двух тысяч лет являющийся лучшей страховкой и самым надежным инструментом это золото роста 1950 2000 это те как бы по дорожной карте целевые ориентиры которые остаются актуальны евро против доллара 1 1822 мы видим то что продавцы не удается им перехватить инициативу них нет шанс друзья тоже нужно смириться 1 19 1 19 50 и цель наша 120 фунт против доллара здесь я продолжаю за увеличивает короткую позицию после данных по рынку труда могу точно сказать что сейчас официальный без работы 1 7 миллиона человек в англии и причем за последние три месяца когда экономика должна была по идее восстанавливаться и создавать динамично рабочие места возвращать и тех кто оказался без работы на их позиции за последние три месяца количество безработных увеличилось на 250 тысяч человек вспомним про то как эта статистика должна повлиять на монетарный курс банк англии потенциальное снижение ставок риски брейкзита еще последствия локдауна но никак не могу купить фунт уже много раз вам говорил bitcoin 15390 друзья можно считать что есть вот какое-то чутье у меня я считаю что bitcoin просто так не пройдет выше будет коррекция возможно даже к 12 или может быть даже ниже 1000 тот рост который мы видели в последние дни он был обусловлен повышенным спросом со стороны физиков которые просто повелись на уловку того что крупные игроки входят в этот актив и тоже захотелось прокатиться на этом локальном ралли нету какой-то базы для роста и пока она не появится я не смогу рекомендовать вам держать bitcoin там целями 20 тысяч и выше американский фондовый рынок по доу-джонсу заработали я переключил свое внимание на индекс снг 500 сейчас котировки 3547 пунктов в случае коррекции ниже трех с половиной тысяч буду снова искать точки для входа и разумеется прокомментирую общий фон и дам конкретную рекомендацию когда с какого значения лучше заходить на этом все хорошего удачной торговой сессии и до завтра всем пока